Там, кстати, было очень забавно, когда мне начали делать брови, несколько человек, проходящих в неё, просто остановились у корнера и стали спрашивать у консультанта средств для бровей, показывая пальцем на меня и говоря, что они хотят такие же брови. Привет! Сейчас хочу вам рассказать об этом макияже. Его мне сделали в корнере Urban Decay в Пассаже в Санкт-Петербурге. Оказывается, у Urban Decay есть такая возможность неделю где-то до вашего дня рождения, неделю после вашего дня рождения. Вы можете записаться на макияж в корнер у Urban Decay. Бесплатно, без необходимости что-либо покупать, просто сделать красивый макияж и можно попробовать продукт. Я об этом узнала совершенно случайно, когда пошла получать пробники Kiosk. Там у нас рядом корнеры Kiosk и Urban Decay в Пассаже. Если кто девочки из Питера, то вы знаете. Вот такая вот у меня брошюрка с названием всех средств, которые на мне использовали. Я очень хотела попробовать консилер в тубе со спонжиком Naked Skin. Посмотреть, насколько он будет сушащим, не сушащим, перекрывающим мои синяки, не перекрывающим мои синяки. Вот он у меня сейчас на лице. На складе попросила визажиста нанести дополнительный слой. Ну и, конечно же, перед тем, как делалось макияж в корнеры, там у них нет вашего крема для глаз и так далее, поэтому кожа под глазами немножко более сухая, чем обычно у меня. Вот. Итак, что у меня здесь на лице? Может быть, это кому-то из вас тоже поможет определиться с выбором средств Urban Decay, если у вас, допустим, нет возможности впустить корнер, потому что можно же заказать по интернету, можно заказать из Америки, из Европы и так далее, из Англии. Итак, тональная основа у меня Naked Skin жидкая, оттенок 3, 2, 5. Я сейчас в моем наиболее светлом тоне. До того, когда я ехала в корнер, я использовала Givenchy Tent Couture Balm 1 Nude Porcelain. Вот, для сравнения вам, например, других тонов у меня нет. У меня, например, Make Up For Ever, Full Color, консилер в оттенке тоже один подходит. Ну, в общем, вы поняли тенденцию. Но все-таки синячки, вот, если издалека, они незаметные, а вот сейчас я даже на камеру сама вижу, что они есть. Консилер, соответственно, тоже Naked Skin, оттенок Light Natural. Под этим еще корректор нанесен, цветной корректор Pink, розовый, Naked Skin тоже. Но, по-моему, не очень помогает, все-таки хочется еще чего-нибудь добавить. Сейчас я вас опять удалю немножко. Брови мне делали карандашом Brow Bitter в оттенке Taupe и набором для бровей Brow Box в оттенке Brow Sugar. Тут неразборчиво написано, но, наверное, Brow Sugar. На лбу мне использовали матирующую пудру Death Leak. На нее я еще хочу посмотреть, не возникнет ли у меня к вечеру огромных подкожных прыщей. У меня иногда бывают такие средства реакции. Контуринг делали румянами After Glow в оттенке Video. Хайлайтер After Glow оттенок Hone, по-моему, так, не уверена в оттенке, я тут как-то не очень разборчиво написано. Хайлайтер такой очень деликатный, очень-очень деликатный. Румян также использовали из палетки Mook Naked Flushed, использовали бронзер, палетка оттенка Naked. Ну, спрей использовали. Так, глаза Праймер для век использовали iShadow Primer Portion в оттенке Minor Sin, то есть с оттенком. Тени для век использовали однушки Salaud, Toaster и Lost. Мерцающие тени Diamond Dog, по-моему. Ну, это мерцающие, у них еще, по-моему, Midnight Cowboy, тоже такие мерцающие, очень красивые, без меня не ошибаюсь. Карандаш для кого-то использовали 24 на 7, Zero Whisky. Тушь, к сожалению, у них не было, поэтому на мне тушь MAC. Так, помада Vice, оттенок Sheer Lear. Больше ничего не использовали, делали этот макияж полтора часа, если не ошибаюсь, но мы здорово там поболтали с девушкой Натальей, визажистом. Спасибо ей огромное. Макияж получился очень хороший, вот так вот издалека я смотрю, у меня консилер вроде как и все хорошо, и все вообще замечательно и красиво. Но вблизи, конечно... Мне очень понравились эти мерцающие тени, должна вам сказать. Даже там чуть не купила их. Видно, потом вспомнила про свои Project Pan'ы, про то, что у меня масса теней есть, и мерцающих тоже. И не купила. Удержалась. Вот, благодаря этому. Так что вот такой вот макияж. Таким вот продуктами он сделан. Попробую потом повторить сама. Но хорошо, что попробовала. В принципе, ни тональная основа, ни консилер, ни корректор. Мне не понравились. Так что сберегу свои деньги. Вот, надеюсь, вам было интересно. Напишите мне, если вам это вдруг было полезно. Напишите мне, что из Urban Decay вы любите. И пользуйтесь. И увидимся с вами в моих следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok